Есть традиции вешать венок обязательно на дверь, на входную дверь, его вешают снаружи, никому не приходит в голову это уничтожать. Надеюсь, в наши страны тоже дойдет когда-нибудь эта прекрасная традиция. Венок как символ бесконечности жизни или для христиан это символ тернового венца на голове Иисуса. В принципе, вообще все, что мы имеем сейчас на Рождество, это все родилось задолго до католических традиций. Все это пришло от викингов, которые завоевали Европу, а потом от римлян, которые тоже завоевали все Средиземноморское побережье. Вот их традиции смешались, потом сверху на них наложились христианские, и мы имеем то, что потом они коммерциализировались, то, что мы имеем, это вот сейчас всю эту красоту. Но викинги считали, во-первых, что вечно зеленые растения, они такие не потому, что они сами не умирают, а потому что лесные духи прячутся в них во время самого холодного времени года. Самое холодное, самое темное время года – это солнцестояние с 21 на 23 декабря. Как раз в это же время потом и случилось Рождество, приурочили к этим же датам, которые люди праздновали веками еще до христианства. Просто чтобы вы понимали, нигде в Новом Завете не написано, когда родился Иисус. То есть этого нет. Это уже потом сказали, ну, в принципе, уже есть этот праздник, давайте же мы сюда и приурочим, потому что и римляне, и викинги праздновали смерть солнца и перерождение, возрождение, воскрешение солнца. Они рисовали такой круг. У скандинавов, у викингов, это был змей, пожирающий собственный хвост. Так первые венки на дверях и появились. Еще одно растение, которое связано с Новым Годом, Рождеством и викингами скандинавской традиции, это так называемая mistletoe, то есть амела, в некоторых учебниках говорят амела, или в простонародье вороньи гнезда. Это такие большие шары, которые висят, как паразиты, висят на деревьях. Знаете, когда вот вы едете, особенно по трассе, и очень много деревьев покрыто такими большими шарами. Это вот она амела, амела, и она тоже является таким священным растением, для викингов являлась и для британцев, потому что она тоже плодоносит во время вот этого рождественского сезона. Маленькие беленькие ягоды, может, вы когда-нибудь их видели на снегу, и вороны их клюют. Для викингов это было очень важное растение. Во-первых, они считали, что дерево – это мужской символ, а вот этот шар – это женский символ. Дерево питает этот шар, а этот шар растет за счет дерева и плодоносит, то есть приносит потомство, которое потом кормит тех самых птиц, которые выживают. То есть для них это тоже был такой цикл замкнутого круга, круговорота жизни, потому что, в принципе, изначально Рождество – это пророждение, возрождение, и, собственно, вот так это все в головах и сплелось. До сих пор вы, наверное, видели в романтических комедиях, в каких-нибудь мультиках, даже вот новогодний Том и Джерри, они вешают веточку этой амелы под лампу куда-нибудь, куда-нибудь в укромном месте, даже в офисах, не только у себя в домах. И есть правило, если вдруг вы с кем-то встретились под веточкой, надо, знаете, что сделать? Поцеловаться. Обязательный адвент, адвент календарь, то есть календарь адвента, прихода, когда дети ждут, бегут, открывают каждое окошечко, каждое утро получают какие-то задания, связанные с Новым годом, и какие-то вкусные сладости или маленькие подарочки. И есть еще адвент календарь, календарь, который, календарь прихода, сейчас он ура-ура уже пришел к нам в магазин, я даже у нас в магазинах видела, уже готовый, можно купить. Это 24 окошка или ящичка, или кармашка, и за каждым окошком, которое вы открываете, они все не по порядку разложены, то есть ребенок с утра бежит к этому адвенту. Самый простейший – это шоколадные какие-нибудь компании выпускают, он находит циферку, сколько дней осталось до Рождества, у нас, те, кто не празднует, светский народ может до Нового года считать просто, и открывает 24 дня до Нового года, открывает окошко, там или какое-то угощение, шоколадочка, или задание, то есть в Англии, в Америке мамы мастерят детям эту красоту, и 24 дня они с утра несутся к этим окошкам, выполняют какие-то задания, что-то делают, съедают какую-то сладость, и вот это anticipation, предвкушение кайфа круче, чем сам кайф, потому что сам праздник, ну то есть, да, 24-го соберется вся семья на святочный ужин, вечером что-то поедят, лягут спать, дети скорее-скорей, чтобы им принесли подарки, лягут спать, утром они проснутся, и что вот интересно, в Англии они найдут подарки у изголовья кровати, и даже новогодний этот башмачок они вешают на изголовье кровати, а в Америке чаще у камина, или под елкой, то есть очень разные, даже спорят, вот надо так, надо так, то есть есть даже там школы правильного празднования Нового года, 12 блюд вокруг, то есть сентапис, центральное блюдо, и 12 блюд вокруг, и обязательные два соуса, первый это cranberry sauce, то есть клюквенный соус, и второй это грейви, это такой темный, тягучий мясной соус, без него не обходится ни одно празднование. 11 канал. Усі фарби твоего життя. Обовязково подписывайтесь на наш YouTube канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.